Конечно, нет повести печальнее на свете, чем повести о Ромео и Джульетте. Ромео и Джульетте – это спектакль, с которого началось мое существование в театре. Это был мой первый спектакль, который я приготовила с Нинари Александровной Кургаткиной, когда мне было 18 лет. Это было так бесценно, я бы даже сказала, что, наверное, никакой другой опыт не дал мне столько материала для воплощения своей Джульетты. Меня пригласили в Ковенгарден, чтобы исполнить Джульетту в редакции Кеннета Макмилана. И мне очень дорого это, потому что, наверное, лучше, чем он, свободу вот этих двух молодых людей, двух детей не раскрыл, наверное, никто. Новую редакцию в Большом театре поставил Алексей Ратманский. Здесь же более такая кинематографическая получилась картина, а все персонажи очень естественные и натуральные, как любит Алексей. Но в этом и есть прелесть, наверное, этой постановки, потому что она по-новому зазвучала для меня во всяком случае. И каждый раз, меняя обстоятельства, обстановки, партнера, театр, моя Джульетта, она оставалась нерушимой. Можно сделать с ней все, что угодно, добавлять, убавлять, надевать другой костюм, другой грим делать, но Джульетта, она уже сформировалась как личность. Я с ней сроднилась, и как только звучит вот это вот заветное название «Ромео Джульетта», я сразу вспоминаю, что снова грядет это чудо под названием «Моя Джульетта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова